Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о том, как отполировать каменную крышку банной печи и придать облицовке былую красоту. Каменная крышка со временем становится грязной, причем грязь такая въевшаяся, трудно отмываемая. Связано это с тем, что на крышку попадает не только вода при подачах воды в каменку, но и это могут быть капли с веника, если мы запариваем веник над выходом пара из каменки. Это могут быть капли с теплообменника, если теплообменник установлен на первом метре дымохода. И это даже могут быть капли смолы, как в моем случае, если над печью сосновая обшивка. В общем, ушатать красивую облицовку легко, но вот как ей вернуть бывалый блеск. Для этого понадобятся алмазные гибкие шлифовальные круги под названием черепашки. Круги эти на липучке, их можно применять с болгаркой в комплекте с липкой подошвой, которая наверняка у многих есть и которая применяется для любых там шлифовальных работ. Той же древесины, к примеру. Нужно шесть таких алмазных кругов. Ну, во всяком случае, я использовал шесть. Сотое зерно, двухсотое зерно, четырехсотое, восьмисотое, тысяча пятисотое и трехтысячное. Каждый такой круг стоит немногим меньше трехста рублей. И в сумме понадобится где-то 1700 рублей. С учетом того, что эти черепашки останутся впоследствии. То есть они не одноразовые. Но кроме этого, ничего не нужно. То есть эти круги и отшлифуют, и отполируют. Сначала используем сотое зерно, с помощью которого убирается вся вот эта въедшаяся грязь с поверхности каменной крышки. То есть соткой нужно пройтись хорошо и убрать все, что в принципе можно убрать. Далее, после того, как поверхность хорошо вышлифована и грязи в принципе уже нет, можно переходить к двухсотому зерну. Двухсотым тоже нужно достаточно хорошо пройтись, но уже без такого фанатизма. То есть основную грязь, основные вот эти все дефекты убирает сотка. После двухсотого идет четырехсотая, восьмисотая, тысяча пятьсотая. И вот после тысячи пятьсот камень уже хорошо выглядит. То есть он уже, можно сказать, заполирован. Но в окончании все-таки стоит пройтись трехтысячным зерном, которое придаст такой зеркальный блеск камню. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге получается чистая, красивая, заполированная поверхность камня. Вообще не исключаю, что можно использовать меньше шагов шлифовки и, соответственно, покупать меньше вот этих алмазных кругов. Но я не стал пробовать и пошел по стандартному такому способу удвоения каждого следующего зерна. То есть сначала сотка, потом двести, потом четыреста, восемьсот, там тысяча пятьсот и три тысячи. Ну и для разных пород камня могут быть разные требования к полировке. Какой-то камень может заполироваться уже и на восьмисотом зерне. А в данном случае я полировал змеек. В общем, ничего сложного в этом процессе нет. Главное хорошенько содрать всю грязь на сотом зерне, чтобы потом уже, когда подошел этап полировки, не увидеть, что нужно снова возвращаться с самого начала и снова шлифовать с сотого до трехтысячного. Надеюсь, данное видео будет кому-то полезно. Наверняка есть кто-то, кто давно хотел обновить крышку каменки своей банной печи. На сегодня же у меня все. Всем пока.